Несколько часов назад стало известно, какое наказание понесет водитель, причастный к смерти 24-летнего инспектора ГАИ. В конце мая пьяный и неуправляемый шофер на угнанном автомобиле задавил офицера прямо на дороге. Добавлю лишь несколько цифр из биографии Лихача. 8 судимостей, 2,5 промилле алкоголя в крови и 0 водительских прав. Эта статистика лучше всего характеризует подозреваемого как человека. Сегодня во время оглашения приговора стал известен еще один факт. В момент ДТП подсудимый не только пытался сбежать с места преступления, якобы тогда он напал на правоохранителей и отбивался кулаками. Комментарии здесь излишни. Единственное, что хочется узнать, как теперь жить родителям погибшего парня. Ответ готов дать Владимир Королев. Он передает из зала суда. Слезы, шок и боль. Родственники и близкие погибшего инспектора Павла Груздева заново переживали последние часы жизни молодого парня. В мае пьяный бесправник на проспекте независимости в Минске на высокой скорости оборвал жизнь 24-летнего милиционера. В тот день мы звонили друг другу часто. Четыре раза звонили. Я сам был в Москве. Последний раз я ему звонил, может за час, может меньше, до происшествия. Он все нормально, он смеялся, улыбался. Утро рокового дня для подсудимого предполагало лишь веселье. Застолье началось почти сразу, а ближе к вечеру друзья обещали поход в баню. Он присоединился к малознакомой компании в колодищах. Музыка из машины и незакрытые авто долго не давали мужчине покоя. Охмелевшие хозяева лишь успели заметить скрывающийся автомобиль. И тогда-то бросились на поиски угнанного Фиата. Я ему пожелал спокойного дежурства, он мне спокойной ночи. Как бы все. Где-то через час я работаю до двух ночи. Где-то через час мне звонит начальник Павла и сказал ему, что примите с его Олегом. Примерно в это же время угнанный Фиат въезжал в ночной Минск. По трагическому совпадению, именно тогда 24-летний инспектор Павел Груздев только что объяснил случайному водителю, как проехать на нужную улицу. В этот момент машина на огромной скорости сбивает офицера, навсегда обрывая жизнь инспектора. Сам водитель лишь чудом остается жив. Напарник Павла бросается в погоню. Чтобы догнать лихача, его автомобиль повстречный разгоняется до 150 км в час на проспекте Независимости. Угнанный Фиат останавливается лишь после того, как машину подрезали. Не успел инспектор подойти, как пьяный лихач бросился в драку. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы не бойцы ОМОНа их автобус проезжал мимо. Это максимально возможное наказание, которое суд мог назначить в данной ситуации. И строгий режим, исходя из того, что помимо совершенного преступления по неосторожности 317-й, части 4-й, им совершено умышленное преступление. То вешал угон, часть 1-й, 214-й, повторное управление состоянием алкогольного опьянения лицом, ранее совершившим преступление, брестной статьей 317-й прим. Водитель еще долго не мог успокоиться. В крови у него было обнаружено более 2,5 промилле алкоголя. Даже в наручниках он сопротивлялся и не желал садиться в машину. Дебошира привезли в милицию в багажнике универсала ГАИ. Сегодня уже 28-летний подсудимый отказался от дачи показаний, заявив, что все рассказал следствию. Признался в содеянном, попросил о снисхождении у суда. Ведь у него уже растет маленькая дочь. Сейчас она живет с мамой, которая в прошлом году развелась подсудимым. Всего же за плечами у обвиняемого 8 судимостей. Первый раз за решетку он попал, еще будучи школьником. Девятый раз за решетку мужчина отправится на 7 лет, на этот раз строгого режима. К тому же по решению суда подсудимый обязан будет выплатить родственникам погибшего инспектора 300 миллионов рублей. Но вот возместит ли он этот ущерб, большой вопрос. Вопрос. За ним уже числится непогашенный штраф трехлетней давности. Владимир Королев, Александр Савенко, Карина Пашкова и Владимир Тихонович. Зона Х, Минск.